Это программа «Невредные заметки». Здравствуйте, друзья! Вы смотрите тележурнал интересных, удивительных, познавательных и смешанных историй. Итак, начнем листать этот журнал. Как вы думаете, какая связь между живописью и омлетом? Однажды выдающийся ирландский драматург и романист, лауреат Нобелевской премии в области литературы и очень остроумный человек Бернард Шоу довольно-таки критически отозвался о живописи в присутствии одного художника. И тот возмутился. «Почему вы разрешаете себе быть таким непримиримым? Ведь вы же, сэр, не написали в жизни ни одной картины». «Что верно, то верно», – спокойно согласился с ним писатель. «Но могу же я высказать свое мнение об омлете, хотя в своей жизни не снес ни одного яйца». Тема сегодняшнего выпуска – исторические байки. И, коль уж рейз зашла о Бернарде Шоу и идее, то вот вам еще одна забавная история о весьма остром языке великого драматурга. Однажды Бернард Шоу встретился с очень толстым джентльменом. Взглянув на худого Шоу, толстяк презрительно сказал, «У вас такой вид, что можно подумать, будто Англия голодает». «А посмотрев на вас», – ответил Шоу, «можно подумать, что вы являетесь причиной этого голода». В догонку только что рассказанной истории так и просится еще одна историческая байка о толстом и надменном вельможе. После возвращения из Европы русский царь Петр I на одном из перов стал обвинять Польшу во множестве грехов, как действительных, так и мнимых. Он дошел даже до кулинарных пустяков. «В Вене я потолстел от хорошей еды, но все взяла назад бедная Польша». На эти царские слова очень обиделся польский посол, который был достаточно полным человеком. «Удивляюсь, что это случилось с вашим царским величеством. Я там родился и воспитан, и однако, как видите, я разжирел». На что Петр Алексеевич возразил так, «Не там, а здесь, в Москве, ты отъелся». Этим царь намекнул на большое денежное содержание, выдаваемое польскому послу, и его активное участие в русских пирушках. Однажды царь Петр Первый узнал, что в Москве живет некий толковый стряпчий, который знал как все старые русские законы и уложения, так и современные указы царя. Этот деловитый чиновник часто давал советы даже судьям, как им следует поступать по закону и справедливости. Про него говорили, что он лучше проиграет свою тяжбу, нежели поступит несправедливо. Петр заинтересовался этим стряпчим, несколько раз призывал его к себе и убедился в его честности и глубоких познаниях. Тогда царь решил взять столь порядочного человека на свою службу и сразу же назначил его главным судьей Новгородскую губернию. Новый судья обещал оправдать царское доверие и верно соответствовать своей должности. Первое время так оно и было. Оправдывал и соответствовал. Но через несколько лет до Петра стали доходить многочисленные слухи о том, что этот судья берет взятки и решает дела несправедливо. Петр вначале подумал, что это клевета, но после внимательного расследования был вынужден признать, что обвинения справедливы. Бывший честный человек превратился в типичного взяточника. Царь призвал его к ответу и, услышав от мздоимца слова раскаяния, сказал «Я никогда тебя до этого не ожидал». «Но что тебя до этого довело?» Судья признался, что всему виной нужда, так как он должен был жить так же широко, как живут равные ему по положению люди. Он должен был соответствовать богатому и высокородному окружению. О том же, чтобы отложить какие-нибудь деньги и для жены и детей, даже и речи не было. Тогда самодержец поинтересовался «А сколько тебе надо на жалование, чтобы быть довольным и не иметь нужды брать взятки и ради денег делать несправедливости?» Судья ответил «Ну, по крайней мере, вдвое против нынешнего моего жалования». Петр пообещал увеличить ему жалование, но при условии, что тот будет судить без лихаимства и строго по закону. А ежели он еще раз провинится, то царь велит его казнить. Судья еще раз раскаялся, расчувствовался, упал в ноги Петру, стал благодарить его за милость и пообещал, что больше ни-ни, да никогда, да ни за что на свете. Честная и непорочная служба продолжалась несколько лет. А потом, как у нас иногда и кое-где порой бывает, грех стяжательства возобладал над страхом наказания. Обещание царю позабылось, и судья опять начал брать взятки и вершить несправедливости. Петр узнал об этом, велел схватить Хапугу, судить и уличить его в преступлениях. Бывшему суде он велел передать, что хотя тот и не сдержал своего слова, но царь свое слово сдержит, а потому его повесят. Весьма поучительная история, не так ли? Бывший подполковник Лейбгвардии, ссыльный декабрист Михаил Сергеевич Лунин по окончании каторжных работ был поселен в селе Урик Иркутской губернии. Там он занялся литературно-политической деятельностью, желая написать историю декабристского движения. Для этой цели Лунин завел себе приличную библиотеку. Однажды иркутский губернатор, обижая свои владения, посетил ссыльного вольнодумца. Михаил Лунин сначала показал ему 15 томов отечественного свода законов, потом 25 томов полного собрания закона в Российской империи, а затем всего один том французского кодекса. После чего прокомментировал. Вот ваше превосходительство, посмотрите, какие смешные эти французы. Представьте, это у них и есть все законы. То ли дело у нас. Как взглянет человек на эти 40 томов, так сразу зауважает наше законодательство. Еще одна поучительная история, не правда ли? У выдающегося российского и советского математика, механика, кораблестроителя и академика Алексея Николаевича Крылова есть книга мемуаров под соответствующим названием «Мои воспоминания». В ней собрано много чего интересного, для пересказа даже краткого ее содержания уйдет много времени. И поэтому делать этого не буду. Расскажу всего одну короткую, забавную историю о жутком матерщиннике Льве Николаевиче Толстом. Отец корабела Алексея Крылова был артиллерийским офицером. С началом Крымской войны он попал в Севастополь и был там определен во вторую легкую батарею 13-й артиллерийской бригады. И там он узнал, что занял должность, на которой до него состоял граф Лев Толстой. Молодой офицер Толстой запомнился своим сослуживцам страстным желанием извести в оверенной ему батарее матерную ругань. Сиятельный граф старался повлиять на нравственный и культурный уровень своих солдат. Пытаясь искоренить среди них ядреный мат, он увещевал их так. Ну к чему такие слова говорить? Ведь ты этого не делал, что говоришь. Просто, значит, бессмыслицу говоришь. Ну и скажи, например, елки тебе палки. Или едондерпуп. Или эх ты, ерфиндер. Ну и тому подобное. Солдаты эту воспитательную работу поняли по-своему. Новому офицеру Крылову они рассказали о его предшественнике весьма своеобразно. Вот был у нас офицер, его сиятельство граф Толстой. Вот уже матерщинник был. Слово простого не скажет. Так загибает, что и не выговоришь. У Льва Николаевича Толстого в его усадьбе в Ясной Поляне издавалась своя собственная газета, в которой публиковалась всякая всячина, включая статьи анонимных авторов. Для приема газетной корреспонденции имелся специальный почтовый ящик. Однажды в нем обнаружили письмо без обратного адреса и подписи. Обнаружили и опубликовали. Заметка называлась весьма вызывающей. Скорбный лист душевнобольных Яснополянского госпиталя. Содержание этого скорбного листа было крайне едким и непочтительным по отношению к великому писателю. Там были следующие строки. Больной одержим сложную обыкновенную болезнью, называемой немцами мания величия, Дест Вельфейберсун, что означает исправление всего света или всемирное улучшение. Признаки общие. Недовольство существующим, осуждение всех, кроме себя, и пристрастие к изложению своих фантастических теорий. Лечение двоякое. Физический труд, поглощающий почти все свободное время. Беспрестранное уличение в несостоятельности теорий и в своей слабости. И полное равнодушие всех окружающих. Диета, скудная пища, отсутствие прислуги и никаких книг и разговоров. Самое интересное в той ядовитой заметке выяснилось позже. Только спустя некоторое время открылось, что автором этого едкого анонимного письма был сам Лев Николаевич Толстой. Однажды некий богатый, но при этом весьма простоватый купец попросил прославленного адвоката Федора Никифоровича Плевака принять участие в судебном процессе. Выслушав клиента, Плевака согласился, но сразу же попросил аванс. Купчина никогда прежде такого мудреного слова не слыхавший поинтересовался. А что же такое аванс? Ну, задаток знаешь? Спросил Плевака. Ну, вестима знаю, ответил торговец. Так вот, аванс в два раза больше, заявил знаменитый адвокат. Однажды во время путешествия по стране личный водитель британского премьер-министра Уинстона Черчилля сбился с дороги и завез своего очень важного пассажира неизвестно куда. Крайне раздосадованный Черчилль высунулся из окошка и окликнул случайного прохожего. Извините, не могли бы вы любезно пояснить, где я нахожусь? В автомобиле. Буркнул остроумный прохожий и зашагал себе дальше. Вот ответ, достойный нашей палаты общин, сказал Черчилль, обращаясь к шоферу. Во-первых, краткий и хамский. Во-вторых, совершенно ненужный. И в-третьих, не содержащий ничего такого, чего бы спрашивающий не знал бы сам. Великий театральный режиссер и реформатор Константин Сергеевич Станиславский, уже находясь в преклонном возрасте, однажды позвонил по телефону Иосифу Сталину. Пока шел вызов, пожилой человек вдруг осознал, что напрочь забыл имя советского вождя. И когда тут поднял трубку, Станиславский произнес, товарищ Сталин, извините, забыл ваше имя и отчество. Ах, да, спасибо. Так вот, Иосиф Виссарионович, вы сегодня хотели прийти к нам на спектакль, однако мы вынуждены сделать замену. У нас Ольга Леонардовна заболела. В этот момент Сталин что-то ответил. Станиславский сделал удивленное лицо, закрыл трубку рукой и сказал присутствующим в комнате, «Совсем заработался товарищ Сталин, он забыл, кто такая Ольга Леонардовна». Книпер Чехову не помнит. В московском театре имени Вахтангова в 1937 году была поставлена пьеса драматурга Николая Погодина «Человек с ружьем». Роль Владимира Ленина в ней исполнял Борис Васильевич Щукин, а роль Иосифа Сталина Рубен Николаевич Симонов. Как-то раз этих актеров пригласили исполнить одну сцену из спектакля на правительственном концерте в честь 20-летнего юбилея советской власти. Гримировались и одевались артисты у себя дома. И вот в виде вождей мирового пролетариата Борис Щукин и Рубен Симонов отправились на автомобиль в Большой театр на сборной концерта. В то время еще не было тонированных стекол и на окнах старенького Форда висели занавески. Подъезжая к театру, водитель Симонова нарушил правила дорожного движения. Внезапно появившийся милиционер остановил автомобиль и стал кричать на шофера «Куда ты прешь? Сейчас Сталин приедет! Вылезай!» И стал буквально вытаскивать бедолагу из машины. Наблюдавшие эту картину актеры решили, что нужно выручать водителя. Рубен Симонов в образе товарища Сталина отодвинул занавеску, постучал по стеклу и со специфическим грузинским акцентом уверенно сказал «Товарищ милиционер, подойдите, пожалуйста, сюда». Ретимый служитель закона вытянулся в струнку, а вошедший в роль Симонов продолжил изображать Сталина. «Вы знаете, что, останавливая мой автомобиль, вы облегчаете покушение на меня? Вы знаете, сколько у меня врагов? Я выбрал такой простой автомобиль, чтобы сбить с толку противников». Растерявшийся милиционер стал извиняться, на что самозванец ответил «Я-то вас прощаю, но я не знаю, что по этому поводу скажет Владимир Ильич». И в этот момент в поле зрения стража порядка возник оживший Ленин. «А с вами, батенька, я поговорю попозже», вступил в игру Борис Щукин. Несчастный милиционер побледнел, осунулся, неуверенно козырнул и актерский автомобиль проследовал дальше. Отыграли актеры на правительственном концерте фрагмент спектакля про человека с ружьем и только ушли за кулисы, как подошел к ним неприметный человек в штатском и попросил проследовать за ним. Их привели в ложу к товарищу Сталину. Иосиф Виссарионович, даже не обернувшись, медленно и с расстановкой произнес «Слышал я о вашей шутке с милиционером. Можете его навещать в Кремлевской больнице, палата номер 26». Ну что тут сказать, легко еще отделались артисты Щукин и Симонов. В 1955 году руководитель Советского государства, первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев совершал поездку по стране. Во время этого путешествия он посетил свою малую родину село Калиновка в Курской области. К этому времени в честь выдающегося земляка местный колхоз имени Чкалова переименовали в колхоз имени Хрущева. Село Калиновка к приезду своего именитого уроженца при поддержке местного райкома партии подготовилось основательно. Столы ломились от всевозможных угощений. Праздничный обед продолжался до глубокого вечера. Под всякие разные напитки с обильной закуской Никита Хрущев с огромным удовольствием общался со своими земляками. Он узнавал своих родственников и одногодков, многих из которых не видел 30, а то и 40 лет. Друзья детства подходили к самому главному человеку страны, разговаривали с ним о былом прожитом, да постоянно о чем-то просили. Помощник Хрущева только успевал записывать. Привезти шифер, гвозди, цемент, починить бабе Клаве забор, постелить асфальт, ну и так далее, и тому подобное. В конце визита на Батькивщину первого секретаря Компартии Советского Союза к его машине провожал Никонор Кротов. Это был давний товарищ Хрущева, с которым он вместе в детские годы пас скот, и который со временем стал председателем местного коллективного хозяйства. Изрядно захмелевший председатель Никонор Кротов покровительственным басом напутствовал отъезжающего гостя. Ты, Никита, не зазнавайся, веди себя достойно, лодырям спуску не давай, работай честно на благо народа, и помни, ты носишь имя нашего колхоза. Этот выпуск заметок я начал с мудрых афоризмов ирландского драматурга Бернарда Шоу. Закончил программу тоже одним его весьма ценным высказыванием. Как-то раз во время беседы о достижениях современной науки и техническом прогрессе Бернард Шоу высказал очень мудрую мысль. Теперь, когда мы уже научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного научиться жить на земле, как люди. Это была программа «Невредные заметки» тележурнал интересных, удивительных, познавательных и смешанных историй. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова